МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадо-компании Гомелю, студии Натальи Игнатенко. Глядите у этого выпуска. От терминовки по платежах, больше выгодные умовы сдачи жилья и больш высокий помер доходов, по яких не треба платить податок. В Беларуси начал працавать новый податковый кодекс. Белая Русь с любовью до детей. Сегодня у Гомеля веншовали мати, дети, яких заявились на свету первые сутки Нового года. Грай гармоник любимый. Другое життё старым музычным инструментом доры Джихар Ветковского района Емельян Бабков. А зараз об этом меньшем больш подробязно. В Беларуси с первого студента начал працавать обновленный податковый кодекс. Змены унесли як для юридичных особ и индивидуальных предпринималников, так и для физичных особ. У нововведениях разбиралась Марина Джалая. По-перше, для физичных особ змянився опошний термин подачи податковой декларации по подоходным податку. Коли ранее это треба було зробить до первого соковика, то зараз до 31-го уключна. Одночасово змянився и термин выплаты подоходного податку с 15 мая на 1-е червеня года, який идти за справоздачным. Сгодно новому кодексу, физичные особы змогуть представлять податковые декларации на паперовом носьбете у любую податковую инспекцию, незалежно от места регистрации. Ранее это можно было зробить только по месту жихарства. С 2019 года так само повеличены по мер доходу, який може быть отрыманы физичной особой у выглядя подарунков, призов и иншага. Больше выгодно стало и сдавать жилеу аренду. Физособы, яке сдают жилея помешканья и машина-месцы, зараз обовязаны выплатшивать только податок по фиксованных ставках, без доплат за тое, что отрымали больше вызначенной суммы. Так само у Беларуси дозволили выплатшивать податки за терминовкой платежов альбо урастрминовку. Организации ИИП могут различовать на такие послабления у тем выпадку, коли у них тяжкая финансовая становища, а физичные особы, заходящие с их майомостного становища, оба усувязи со знаходжением у тяжкой житевой ситуации. Головная умова для физичных особ, объекты податка обкладания не повинны быть связаны за житявлением предпринимательской деяности. С этого года индивидуальные предприниматели могут выбрать оптимальную для себя систему налогоблажения. То есть любой из трех. Либо это подоходный налог при применении общей установленной системы налогоблажения, либо единый налог, либо применять упрощенную систему налогоблажения. Если ранее индивидуальные предприниматели выполняли определенные виды услуг и должны были уплачивать только единый налог, то с этого года они могут применять любую систему налогоблажения. Например, если индивидуальный предприниматель решил применять упрощенную систему налогоблажения, то он должен подать уведомление в налоговый орган по месту регистрации и указать вид деятельности, по которому он будет применять упрощенную систему налогоблажения. Но он должен это сделать до 31 января 2019 года. Кроме того, индивидуальным предпринимателям, уплачивающим налог на добавленную стоимость, предоставлено право самостоятельно решать, как он будет уплачивать НДС, либо по оплате, либо по отгрузке. Есть и еще шмат нововведения. Подробязно за обновленным кодексом можно ознайомиться на сайте Министерства по податках и сборах Республики Беларусь. Замежные грамадяне, которые проезжают в нашу страну, сейчас могут зарегистрироваться в интернет. Сделать это можно на одном портале электронных послуг. В категории грамадянства и эмиграции нужно выбрать ответную послугу и запомнить заяву. Администрационная процедура бесплатная. В Гомеле сегодня веншовали мать, которые народили в первые сутки 2019 года. В новогоднюю ночь в областном центре на свет появились семь малых – четыре хлопчики и три девчонки. В родильном отделении городской клинической больницы номер 2 в первые годы Нового года приняли двух девчонок и одного хлопчика. Сегодня до их мать с веншованиями и подарунками завитали активисты районной организации громадского объединения «Белая Русь». Доброченная акция «Белая Русь с любовью до детей» – добрая традиция и одна из визитных карток этой громадской организации. Для мамы-першинцев Нового года этот знак уваги стал приемным сюрпризом, як у вогулі и на родженне детей первого студеня. Ждали в конце января, ждали после 20-го, а тут стол накрыли и скорую вызвали. Стридцать ребенок Тимофей Андреевич. Срок 31-го был декабря, вот как бы уже муж приехал вечером сюда, все нормально, ну а тут 1-го числа, вот это шли и все, сюрприз. Ребенок второй назвали Мария Павловна. А в Гомельске державный театр «Лялик» сенне запросили выхованцев детячих домов семейного тыпу. Новогодний ранешник организовала областное отделение Белорусского детячого фонду. Свято пройшло в рамках доброчинной акции «Наши сердце детям». Маленьким же хорам региона пропоновали взаимальное подорожжа у Каску. Их чекали с встречей с любимыми героями и приемные подарунки. Дмитрий Котов протягня. Старт доброчинной акции «Наши сердце детям» у регионе дали первого снежня. С 20-го распрощались новогодние мероприемства. За два тыс дня активисты областного отделения детячего фонду и иншие неравнодушные люди своим теплом и клопотом окружили больше за 2,5 тысячи детей. Пришим половозьих – это маленькие пациенты больниц, яким подчас новогодних святов потребна особливая увага. Мы встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, с ребятами. Это провели 11 новогодних представлений только в одной областной детской клинической больнице по улице Жарковского. Вы знаете, передать то впечатление даже, наверное, невозможно. Как были дети рады, Деду Морозу забыло о своих болезнях, о проблемах, о том, что они только что плакали, что расстались с родителями. Они хотели читать стихи и читали Деду Морозу. Они танцевали. На новогодний «Ранечнику» театр «Лялик» запросили больше за 300 выхованцев детящих домов семейного типу. Для их подрихтовали текавую забавляльную программу. Кожный смог здесь нецнезабывая под дороже указочный мир и сустреться с любимыми персонажами – Незнайкой, Снежной Королевой, Миньонами, Атаксама Машей и Медведем. Маленьких удельников «Ранечника» шакали и солодкие сюрпризы от спонсоров. У першиню до акции «Наши сердцы детям» долучилась областная нотариальная палата. ЕС-упрационники своими силами зарабили коля ста подарунков. Мы объявили конкурс «Новогоднее чудо». И нотариусы, начиная с августа месяца, готовились к Новому году, делали своими руками новогодние игрушки, новогодние подделки, для того, чтобы потом раздать детям. Ну, как получилось. Было очень много. У нас было 37 номинаций только для каждого человека. Но это казалось таким неуемным трудом, потому что делать бумажные документы и делать своими руками что-то новое, как получилось, не знаю, но мне кажется, очень здорово. Я поздравляю всех, кто нас сюда пригласил на эту гомельскую елку. Всех с Новым годом. Я благодарю за эти подарки. Доброшинная акция Дитячего фонда протягнется до 20-го студеня. Подарунки и приемные уражения отримают еще коля ста хлопчиков и девчонок. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель». Больше как 9,5 тысяч человек звернулася в установы Аховы здоровья краины с гололедными и холодовыми травмами. Статистика за первый зимовый месяц. Большинство держали допомогу амбулаторно, коля тысячи – шпитализована. В травмпункт 1-й гомельской городской больницы за допомогой звернулася больше как 130 ахвяр зимового гололеду. Шесть из них потерпели за первые дни Нового года. В основном люди поступают с травмами конечностей, ударами и растяжениями. В основном мелкие травмы, то есть повреждения связочного аппарата, голеностопного сустава, стопы, коленного сустава. При получении травмы лучше в ближайшее время обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства в ближайшее время для получения лечения необходимого. Урачи дают рекомендации, в иконании яких да поможет позбегнуть падение тяжких травмов у гололедицу. Обутоки оденья повинны отповидать надворью. Прасовываться на слизким тротуары треба повольно, короткими кроками. Коли отчули, что губляете равновагу, лепш присесть, каб поменьшить вышиню падения. При этом нельга выставлять у боки руки и ноги. В этом случае они примают на себе усю силу удару. Лепш сгруповаться, а падать на бок, каб позбегнуть падение на спину и удару патылицей. Метелица и порывистый ветер. Соправдная зима вертается у Беларусь. Завтра пройдут снегопады. Морозы взмоцнятся, у ночи будет до 10 ниже за нуль. У день минус 5. И так само будет снежно. До выходных подобный характер надворья заховается. До конца тыдня похолодая еще больше. Месяцами температура будет опускаться до 18 с минусом. Другое життё старым музычным инструментом Доры Джихар Ветковского района. Емельян Бабков, сбирая гармоники и неколи несправные раритеты, снова учать. У коллекционера уже около 30 реанимованных инструментов. Як заводских, так и авторских. Некоторые отцветковали полутора вековый юбилей. И были героями легендарной программы «Грай гармоник». С незвычайным музыкантом познайомилися наши корреспонденты. А что, мех надо? Воздуха нема. А так она вся несправная. Г этому гармонику боль за 60 годов. И он стал другим музычным набытцем Емельяна Бабкова. Тому зараз один из самых дорогих сердцу инструментов. Усяго на столажах 83-годового музыканта каля 30 раритетов. Некоторым экспонатам прикладно полторы сотни годов. У кожного своя гистория. И не за все да веселая. Одны были выкуплены, іншые отдадзі на удар. Третья – подобраны на сметнику. Кожному Емельян Бабку надал другое гучанне. А дреставровал, дадав необходные элементы. И гармоник знов загучал. Раньше мы носили лапки, глиной мазали плетей. Хоть носили самотканья, но спевали каждый день. У репертуары больше, как 80 песен и припевок. В уголе увез Цехальш. Емелья – целая знакомітость. Калість ягу музыку выдавали на дисках, а виконання здымали для легендарной советской программы «Грай гармоник любимый». За пошні 30 годов назапасилася велика екіпа дыпломов с фестиваляў і конкурсов. Сёня, каже, народный инструмент стали забывать. Тому ён і подбірае старые гармоніки. Дапрыкладу, на реставрацію гэтага пойдзе ўся зіма. Але умелі скажа, яно таго варта. Это, знаете, што? Это таблетка от любых болезней. О, это питання души человечы, гармошка. Я от так, як мне было тяжело. Я от так утамлюсь. Кажется, руки уже не работают. Як только почув мелодію, сразу, як будто усе, эта самая усталость отходя. Дараз жа ни одной ноты Емельян Бабкоў не ведая. У музычной справі – самовучка. У першыню растягнув мяхи ў шэсь гаду. А каб зарабіць на першы гармонік, пасля шостого класа кіну ў школу і став працаваць ў Калгасе. Зараз самая великая мара музыканта – створыць уродной вёзце ансамбль. Кабгуки гармоніка гучалі ў Акрузі гэтакже, як і 70 гадуў таму. Інструмент ўкажа – опіць на усіх. Ганна Кавалёва, Вольга Канавалова, телерадио кампания «Гумель» при патрымце агентства «Теренавин». Сёня ў музеі аутографа Центральной городской бібліотеки імя Герцена адкрылася персональна выстава у Ладзімира Кукліна. Экспозиція падназвай «Святые вобразы» уключае 20 ікон, выконанных ў традицій розбяного іконапісу. Ва ўсіх работах майстыр прытрымліваецца канона устаражыць на русскага прорысу. Тут працтавліны вобразы Ісуса Хрыста, Маті Божай, Лікі Святых. Уладзімір Кукліну раджэніц рэспублікі Мары Эл. Яго дзятінства і юнацтва прайшлі ў Башкіры. Скончыў ўфімская мастацкая вучыліща. У 80-х пераехаў ў Гомель. Працаваў на фабрыце мастацкіх вырабаў, створаў інтерьеры для кафе і ресторанов. У гэта шпіреў до Ладзімір Кукліна сурьозно захапіўся рельефной розбой по древе. С децтва я любів всякі поділки делаю. Даже сам себе игрушки делаю з древа. Постепенно, вот, рос, рос. После учебы, там, історію искусством прошел, изучал. І вот, древнеруска мне очень понравилась. Розбяные іконы прайшлі на Русь з Візанты. Традиція распочалася з нательных образков, мошевіков, крыжоў, які бралі з сабой на вайну ціў далекая подорожжа. Шановалі такі іконы на ровні з писанымі і широка выкрыстовувалі у православным царковным строі. Гэта, а так сама іншіе навіны вы можыця знаўсці на нашым саўті ў інтернэте па адресі www.tvergomil.by На гэтым выпуск завершаны. Дякуў за увагу і да новых сустречу ефіры. Беларусь 4 і їх общее количество – білье 2,5 тыс. человек. Поэтом вопрос о проведении мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения среди студенческой молодёжи приобретает всё большую актуальность. В ходе проведения профилактических мероприятий у студентов проверялось состояние документов, подтверждающих легальность их нахождения на территории нашего государства. Разъяснялась административная и уголовная ответственность за совершение правонарушений. Сотрудники милиции также провели беседы с персоналом студенческих общежитий на предмет выявления проблемных вопросов в работе с иностранцами. В беседе со студентами правоохранители информируют иностранцев о запрете распития спиртных напитков в общественных местах, соблюдении тишины в общежитиях после 23 часов вечера, необходимости проживания по месту регистрации. Кроме этого, особое внимание уделяется вопросам соблюдения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. По итогам мероприятия за нарушение правил пребывания в нашей стране к административной ответственности привлечены два человека. В отношении ещё троих сейчас проводится проверка. На территории Гомельской области за прошедшие сутки зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий в которых один человек получил телесные повреждения. ДТП произошло в Кармянском районе, где около восьми вечера 42-летняя женщина-водитель, управляя Сузуки Витара, столкнулась с гужевой повозкой, не обозначенной свето-возвращающими элементами. Женщина-водитель при разъезде с встречным транспортным средством совершила наезд на гужевую повозку под управлением 43-летнего возчика, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия возчик получил телесные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение районной больницы. Накануне понадобилась госпитализация и шестилетнему мальчику из поселка Остров Гомельского района. У школьника, находившегося во время каникул дома, в руке взорвалась петарда. Юного сапера доставили в отделение травматологии. Милиция выясняет обстоятельства произошедшего. Напомним, что только в новогоднюю ночь с подобными травмами в больнице области обратились четыре человека. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский «Металлург» новый календарный год начинает двумя домашними поединками против молодежки Ю-20. Первый матч состоится завтра. 5 января команды вновь выйдут на арену Жлобинского ледового дворца. 2018-й команда Сергея Тертышного завершила на мажорной ноте. Старевары на домашнем льду обыграли Гродненский «Неман». К 25-й минуте хозяева ввели 2-0. Сначала Артур обмёт, коррелизовал лишнего, а после Сергей Копылец удвоил преимущество. В завершающие пять минут второго периода ход матча чуть не перевернулся с ног на голову. Но, к счастью, всё для Жлобинской команды завершилось хорошо. В течение полуминуты Гродненская дружина сравняла счёт. Никита Крыскин и Сергей Смуров довели до логического завершения атаки своей команды. Спустя ещё пару минут у гостей появился шанс и вовсе выйти вперёд. Столивары остались в меньшинстве. Бросившись вперёд, Гродненцы пропустили контратаку хозяев, которую эффектно завершил Кирилл Никулин. 3-2. Металлург второй матч. К ряду обыгрывает «Неман». А вот хоккейный клуб «Гомель» закрыл 2018-й поражением. Рыси впервые в истории проиграли «Лиде». Единственную шайбу в матче забросил Максим Слыш. Одолеть гомельчан рыцарям удалось с 35-й попытки. 6 января команды встретятся вновь. Матч пройдёт в Гомеле. Кубок «Феникса» соберёт в Гомеле юных баскетболисток из Беларуси, России и Латвии. На паркете дворца игровых видов спорта с 4 по 6 января пройдут поединки группы «Ди» полуфинального этапа международного турнира среди девушек 2004 года рождения. Нашу страну в Кубке «Феникса» представляют воспитанницы областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Гомельчанки, кстати, на год младше своих соперниц. Противостоять нашим юным баскетболисткам будут сверстницы из российских городов Москва, Мытищи, Шексна, Иваново, Курска из столицы Латвии и Риги. Всего 8 дружин. Они разделены на две подгруппы. После предварительного однокругового этапа стыковые матчи. Мы впервые заявили за этот турнир, так как он является. Участвуют все российские команды, хорошие школы все. Московские, Тринта, школа Гомельского, рижские клубы, латвийские, литовские команды. Поэтому интересный турнир для опыта. И плюс налаживание дружеских связей в связи с тем, что эти команды потом мы будем тоже приглашать играть в наших турнирах. И они нас будут приглашать. Это большой опыт игровой. В конце января в Москве пройдет полуфинальный этап в группе 7. Там также 8 команд. Финалы состоятся в апреле. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.